Windows 11. Операционная система, в которой ждёшь, когда с обновлениями у тебя перестанут зависать программы, игры, да и в целом, чтобы система работала адекватно. Начну с небольшой предыстории, так как это опишет ситуацию с Windows 11 чуть-чуть красивее. Красноглазый я во времена 22H2 утверждал всем, что Windows 11 это революционная система, в которой справили все баги и недочёты, и то, что она вообще работает лучше, чем Windows 10, и то, что это у всех что-то не так, а система идеальна. Всё это для меня, конечно же, оставалось правдой до тех пор, пока не вышла Windows 11 и 23H2. Сразу же после установки у меня начались проблемы с тем, что ноут просто-напросто в любой момент мог зависнуть. Зачастую я куда-то отходил и возвращался уже к зависшему ноутбуку. И самое странное, шансом 90% у меня получалось предугадать, когда нужно в спешке всё сохранить. Потому что в этих же 90% случаев у меня за минуту до того, как вылезает синий экран или зависнет ноутбук, переставала работать клавиатура. То есть мышка двигалась, всё работало, а с клавиатурой реакция 0. И что странно, я и далее мог менять подсветку клавиатуры нажатием клавиши Fn пробел. То есть клавиатура как бы работала, ну и как бы переставала. А затем, как ни в чём не бывало, у меня зависала система. К этим всем окончательным зависаниям прибавилось то, что при открытии Vegas Pro, Копилота и даже быстрых настройок или настройок звука, у меня система зависала секунд на 5. Просто как будто происходило какое-то исключение, связанное с инициализацией драйверов. И спустя 5 секунд оно как-то перезапускалось и чинилось. Я до сих пор не мог дать этому нормальное объяснение. Все эти проблемы были поводом того, что я больше месяца кое-как просидел на Windows 10. Но из-за того, что я тут терпеть не могу, всё равно возвращался на 11-ю винду. И вот теперь, на момент записи ролика, Windows 11 24 H2 вышла в релиз превью канал. Это значит, что обновление уже вполне готово к использованию, но примерно до октября его отполируют и включат все нововведения. Я же решил долго не ждать и поставил себе сначала не просто релиз превью, а инсайдер превью Кеннери сборку, в которой имеются все нововведения, которые даже не проходили никем тестирования. То есть я есть тестировщик. Потом я установил как раз релиз превью, где, каким-то чудом, некоторых нововведений больше, чем в Кеннери. В общем, я расскажу всё, что заметил. Я не буду тут душнить всеми нововведениями, которые никто ни разу не заметит, потому что для этого я планирую выпустить ролик попозже, так как я полагаю, что 24 H2 выйдет в районе 30 октября. В этом же видео я расскажу сугубо про опыт использования 24 H2 и про нововведения, которые действительно его улучшают. И спойлер, их почти нет. Конечно же, до выхода ещё 4 месяца и не все нововведения появились, поэтому некоторые я включил вручную, а некоторые будут добавлены позже. Хотелось бы начать с нейросетей. Капайлод получил большое обновление, как обычно его обучают, улучшают, но в 24 H2 он стал оконным, что в какой-то степени должно улучшать опыт использования. На самом деле стало только хуже, потому что нельзя скрыть темы, которые ты искал ранее, а смена режима очень некрасивая. Добавили новое контекстное меню. Оно выглядит вроде получше, чем было, но всё равно старое более привычное. Оно, кстати, подстраивается, и если, например, копирование, вырезание и прочее удобно ближе к верху, то они будут сверху, а если к низу, то снизу. Ещё в 24 H2 сломали и так убогие рабочие столы, которые ужасно ещё с первой Windows 11. Мало того, что пропал эффект размытия, так теперь ещё и в 23 H2 появляется подпись для дебилов, что ты переключаешься на первый или второй рабочий стол. А в 24 H2 пропала анимация появления этого текста, и теперь панель задач при смене рабочего стола пропадает. А когда ты жестом переключаешься, у тебя на миллисекунду появляется обоина, которая у тебя нигде даже не стоит. Вот что полезно, изменили вкладку графикс. Теперь она выглядит вот так. Интерфейс стал просто дружелюбнее. А ещё появилась какая-то динамическая частота дисплея, о которой пока что говорить рано, потому что она мне ставит 60 Гц, а потом я свои родные 120 не могу вернуть, и всё чинится только перед заходом в систему. В пуске при нажатии на имя аккаунта и аватарку появляется новая красивая менюшка, которая показывает больше информации об аккаунте, но это появилось пока что только в бета-канале, который является уровнем выше. А при нажатии все приложения сделали красивые изменения, которые смотрятся более приятно для глаз. Появился новый инсталлятор системы. Теперь, когда вы будете устанавливать Windows по новой, а я уверен, что у разбирающихся людей это происходит регулярно, вы будете видеть новый установщик, который сделан отвратительно. Он просто взят из Media Creation Tool, который был сделан ещё в далёком 2012 году для записи Windows на флешку. Про инсталлятор я снимал длинный ролик пару месяцев назад. Завезли новый архиватор, который наконец-то позволяет архивировать файлы ещё и с сжатием до 10-кратного размера. И к тому же, даже в формате 7-zip. Наконец-то то, о чём просили многие. Обновили диспетчер задач. В канаре и ветке, честно говоря, я уже снулся, когда его открыл. Я думал, он у меня пошёл вверх ногами и вообще какие-то неадекватные значения выдаёт. А оказывается, в святой теме всё хорошо. В релиз превью всё нормально с цветами. А ещё вместо мегагерц в оперативной памяти, он теперь пишет какие-то МТ в секунду. Непонятно, что это. Ещё в Windows 11 24 H2 завезли новое системное требование. И теперь процессоры, которые не поддерживают SSE 4.2, то есть примерно которые старше 2010 года, не смогут запускать эту систему и получат бесконечную перезагрузку или зависание на логотипе. А ещё обновили ножницы. Теперь в редакторе можно скопировать текст, как на айфоне, и оно работает даже на русском языке. А ещё обновили Paint. Появилась возможность легко менять размер кисти. И я не знаю, кому это пригодится, но нововведение сразу заметно. Windows 11 24 H2 по умолчению будет включать Bitwalker шифрование всех ваших дисков. И я надеюсь, эту функцию через пару месяцев отменят, потому что потерять пароли после переустановки системы очень даже легко. А по поводу зависаний, в Кеннере ветке всё очень страшно. Я надеюсь, в релизе исправят. В общем, у меня в любой случайный момент система перезагружается без каких-либо синих экранов и зависаний. У меня просто за секунду до перезагрузки изображение даёт артефакты, и потом ноутбук, как ни в чём не бывало, заново грузит систему. Если что, с видеокартой и прочими комплектующими всё нормально. Но, когда я установил уже релиз превьюл канал, у меня всё стало работать идеально. У меня каким-то образом даже перестал искать интерфейс в DaVinci Resolve. А это уже признак того, что Microsoft что-то да, исправляют. Ну и напоследок изменили быстрые настройки. Теперь их походу нельзя удалять, но можно перетаскивать как всякие разные другие элементы. А ещё теперь есть две странички, которые можно скроллить, то есть они стали занимать меньше места. Теперь у нас имеется красивая анимация открытия-закрытия быстрых настроек, но при этом у нас осталась анимация открытия раскладки клавиатуры, которая работает как будто в 30 кадров. На этом, видимые нововведения пока что заканчиваются. До выхода осталось ещё 4 месяца, поэтому какие-то нововведения могут измениться, какие-то пропасть, а какие-то появиться. Поэтому буду держать вас в курсе и по мере поступления снимать ролики именно об интересных обновлениях. На этом у меня всё. Если вам понравилось видео, можете поставить лайк и подписаться на канал. Желаю всем удачи и до скорой встречи.